Всех приветствую на моем канале. В сети появились изображения новой Lada Niva X-Ray Cross Tarzan. Автомобиль представляет собой гибрид Lada X-Ray и агрегатов Niva. Автомобиль может выйти в конце года и выпускаться мелкосерийно. В то же самое время стандартный X-Ray должен по всей видимости покинуть конвейер. Его заменит новая Lada X-Code, о которой я недавно рассказывал. Это будет полностью новый кроссовер, построенный на платформе CMF и оснащенный полным приводом. Что касается X-Ray, то он останется лишь в виде такой вот мелкосерийной модификации. Благо на постановку его на конвейер больших средств не потребуется. Можно будет использовать готовые кузовные штампы от X-Ray, либо вовсе задействовать произведенные про запас кузова. При всем при этом Lada Tarzan может получить интерьер не от стандартного X-Ray, а от все той же рестайлинговой Vesta, которая выйдет в следующем году. Это уже второй за последние года проект скрещивания обычной легковушки автоваза с агрегатами Niva. Три месяца назад я рассказывал о аналогичном проекте на базе Lada Vesta Cross, но очевидно инженеры автоваза сочли X-Ray более подходящим донором для такого проекта. Отчасти это связывает с тем, что после рестайлинга в следующем году Lada Vesta и так должна получить систему полного привода. Правда реализована она будет с помощью обычной муфты. Новая же Lada Niva X-Ray Cross Tarzan получит полноценную систему постоянного полного привода с блокировками дифференциалов и понижающей передачей. Таким образом, это уже будет настоящий внедорожник, а не кроссовер. В конце 90-х подобные машины автовазом уже выпускались. Всего было 4 модели на базе 8, 9, 11 и 12 моделей автоваза. Они обладали равной конструкцией и независимой задней подвеской. На раму устанавливался кузов от соответствующей модели Lada. Изначально машины комплектовались двигателем от святой же Niva объемом 1,7 литра и выдающим 80 лошадиных сил. Тарзан же на базе Lada X семейства оснащался мотором ВАЗ-2130 объемом 1,8 литра и выдающим 82 лошадиные силы. Что же касается их идейного наследника, то есть современного Тарзана, то от равной конструкции пришлось отказаться, дабы избежать проблем с пассивной безопасностью автомобиля. Кузов автомобиля останется полностью несущим. На него не будут ставить мотор от Niva, а поставят более современный мотор 1,8, выдающий 122 лошадиные силы. Но чтобы совместить его с системой полного привода, его придется расположить вдоль, а не поперек. Таким образом радиатор уже может не поместиться в подкапотном пространстве автомобиля. Соответственно, хотя на рендерах у нового X-Ray Tarzan совершенно стандартный передок, серийная машина должна получить выступ в районе решетки радиатора и более длинный передний бампер. Только так можно получить место для установки радиатора, после смены ориентации мотора в пространстве. В остальном, внешний вид новой Lada Niva X-Ray Cross Tarzan будет в целом идентичен тому, что мы видим на рендерах. Стандартную коробку передач Niva заменят на шестиступенчатую механику от Renault, которую придется адаптировать, чтобы состыковать ее с Niva скороздаткой. Это позволит избавить автомобиль от воя коробки, а также обеспечит более высокую экономичность на высоких скоростях. Также новая коробка передач не будет подвержена быстрому износу шестерен. При движении на высоких скоростях, отчего страдала коробка Niva. Благодаря натреть более мощному двигателю, у новой Lada Niva X-Ray Cross Tarzan будет куда лучше динамика, чем у Niva. Так, обычная Niva разгоняется до 100 км в час за 19 секунд. Tarzan это сможет сделать за 12 секунд. Разница просто космическая. На новой Niva X-Ray Cross Tarzan можно будет легко держаться в потоке, не перекручивая мотор и не наслаждаясь его воем. Интерьер новой Lada Niva X-Ray Cross, как я уже сказал, с высокой степенью вероятности будет позаимствован у рестайлинговой Lada Vesta. А значит, нас ждет новый полностью цифровой приборный щиток диагональю 9 дюймов. Также Tarzan получит полностью новое многофункциональное рулевое колесо. Главное отличие его от старого заключается в большем количестве кнопок. Его дизайн был недавно зарегистрирован автовазом в базе Роспатента. Также Niva Tarzan получит большой экран мультимедийной системы, расположенный вертикально. Она будет поддерживать работу сервисов Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто. Блок климатической установки станет полностью сенсорным. Появится такая опция, как запуск двигателя с кнопки, а стояночный тормоз станет электромеханическим. Ожидаемая стоимость новой Lada Niva X-Ray Cross Tarzan находится на уровне 950 000 рублей за базовую комплектацию. Максималка будет стоить около 1 150 000 рублей. В целом цена за такой автомобиль выглядит вполне конкурентоспособно. Люди наконец-то смогут себе приобрести автомобиль, сочетающий себе проходимость Niva и комфорт вазовской легковушки. Самое главное, что никто из конкурентов ничего подобного не предлагает. Все полноценные внедорожники стоят дороже. Даже отечественный УАЗ Патриот. С уверенностью можно сказать, что на новую Lada Niva X-Ray Cross Tarzan будет хоть и небольшой, но стабильный спрос. А значит успех проект гарантирован. Напишите пожалуйста в комментариях, купили бы вы себе новую Lada Niva X-Ray Cross Tarzan, или предпочли бы сэкономить и купили обычную Niva. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и подписавшись на мой канал, чтобы быть в курсе всех новинок автопрома. А на этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока.